В кафе на улице Пушкина врывается парень в лыжной маске. Угрожает он ничем иным, как куском пластмассы. Впрочем, продавец этого пока не знает. Главное тут, как известно, уверенно звучать. Да и казаться выше, поэтому, похоже, парень и полез на прилавок. Тот помогать грабителю не стал. Рухнул. Грабителя, впрочем, это не смутило, и он продолжил требовать от кассирши деньги. Однако женщина оказалась не из робкого десятка и пошла в атаку с бутылкой вина. Но злоумышленник просто оттолкнул женщину. С кассой у грабителя как-то тоже не срослось. Аппарат выскользнул из рук бедолаги. Парень схватил купюры, насобирал мелочи и с горем пополам все-таки покинул магазин. Ушел, правда, недалеко. Оперативники управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Парень пытался быть неузнаваемым всеми доступными способами. Во время нападения натягивал рукава на руки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Сразу после выбросил свою одежду, в которой грабил, но его все равно нашли. Куш его, кстати, оказался не таким уж и большим. Чего тут похитил? Ну, деньги. Сколько? Нет, больше тысячи, ну, две тысячи. Деньги потрачены. Возбуждено уголовное дело. По статье 162 Уголовного кодекса парню светит до 8 лет. Думать о своей линии защиты он теперь будет в следственном изоляторе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...